Как вы можете заметить, разработчики Valve уже нас подготавливают немножко к Source 2. А для тебя я подготовил вот этот скин. В скобочках пишет текстур, стриминг бета. Да там и на 600 лезет, слышь! Хей, здорово, дружище, с тобой Серёга, Сайбербанана. И я тут покопался в бета-версиях и знаешь, что нашёл? Сегодня я тебе легко и просто подниму фпс. Да, буквально пару нажать, и уже всё будет готово. Интересно? Присаживайся поудобнее. Я начинаю. А победителем с прошлого ролика становится, ну вот этот СГ, забирает кто? Барабанная дробь, вытаскиваем, и у нас АК-47, хочу скин. Дружище, напиши мне ВКонтакте и подтверди, что это твой ютуб аккаунт. А для тебя я подготовил вот этот скин. Неисправность. Всё, что нужно сделать. Подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и одного друга пригласить на канал. И уже в эту пятницу подведём итоги. И вот, начинаем смотреть, как увеличить твой фпс. Давайте быстренько пройдёмся, что мы будем делать. Во-первых, мы будем заходить снова в бета-версии, как заходили раньше, когда поднимали фпс. Но там появилась новая тема, называется текстур стриминг. Ну, она, правда, не особо новая, уже как неделю вышла точно, возможно, даже полторы. Но я проверял, и она действительно работает. Что такое текстур стриминг? Это метод динамической обработки, там, текстуры и так далее. Не буду вас грузить, это слишком муторно, просто скажу так, что у тебя была старая оперативка, и она уже не вывозит, но благодаря этой настройке твоя оперативка бьёт себя в грудь и говорит, дружище, я ещё что-то могу. Поэтому давай уже приступим, я покажу, как это сделать, как настроить, и проверим вообще, что фпс даёт или нет. Погнали. Да, и мы не ограничимся, ребят, только текстур стриминг бета. Ещё добавок, мы через фпс бетчмарк пробежимся, обновим наш тоже фпсик в плюсик. Ну и кэш браузера, и кэш самого Counter-Strike тоже почистим. Первое, что мы делаем, это заходим и находим текстур стриминг бета. Нажимаем на Steam, правая кнопка мэши, дальше библиотека, после чего на Counter-Strike, правая кнопка мыши тоже свойства. Далее, двигаемся в самый конец бета-версии. И вот здесь двигаемся и находим текстур стриминг бета. Её, естественно, загружаем. Но давай остановимся, недолго я кое-что тебе объясню. Если после просмотра видоса ты заходишь в бета-версию и видишь, что текстур стриминг бета у тебя отсутствует, не надо паники, не надо скачивать никакие другие бетки. Просто это, скорее всего, Valve-разработчики, ну естественно, они уже добавили эту функцию в Counter-Strike. И тебе просто надо будет зайти в настройки, это я покажу позже. Но чтобы ты понимал, не надо мне писать в личку, не надо ругаться и говорить, где что случилось, почему у меня всё не так, как у других. Бродишь, спокойно. Я, в принципе, всё объяснил. Давай теперь скачаем текстур стриминг бета и уже зайдём в Counter-Strike. Параллельно после обновления также почистим кэш браузера и кэш самого Counter-Strike. Отлично, обновление загрузилось, всё. Теперь у нас, если наводишь вот так на Counter-Strike, в скобочках пишется текстур стриминг бета. Это значит, всё, что нужно было сделать, мы сделали правильно. Теперь давай почистим кэш, заходим в настройки, после чего залетаем в браузер, чистим кэш браузера и после чего заходим в загрузки и очищаем кэш загрузки тоже. У тебя перезагрузится к Steam, просто там вводишь логин, пароль и снова заходишь. И всё, у тебя всё чистенько. И можно заходить в Counter-Strike. А давай, в принципе, мы это с тобой и сделаем. Давай ради интереса зайдём на любую карту, чтобы посмотреть, сколько приблизительно мне FPS. Естественно, там слишком будет варьироваться очень, потому что у меня сильный компьютер. Но чтобы ты понимал, что всё-таки какой-то прирост есть лично у меня, а у тебя и подавно он будет. Давай зайдём, к примеру, в карту из мастерской и на примере зайдём... Давай самый обыкновенный AIMBOTS. В принципе, все его знают и все на нём стреляются. Как раз посмотрим, сколько там FPS. Так, от рекламы я сразу спрятался. Там на полу везде эти рекламы. В общем, в итоге, стреляя по ботам, я вижу примерный FPS. У меня 300, вот ровно держится на 300, а вот 200 падает, да? То есть 200-300 FPS. Вот я стреляю по ботам, 200-300 FPS. Как вы видите, откуда я смотрю, в принципе, вон там снизу всё есть. Окей, теперь отсюда выходим. Примерно запомнили? Кругленькая сумма, 300 FPS. Вышли. И теперь нажимаем настройки, после чего заходишь в изображение, и где изображение, мотаешь вниз. И вот текстур стриминг. Её, естественно, включаешь, применить. У меня всё на высоких, поэтому как раз по FPS вот и посмотрим, что выйдет, потому что это текстуры, это же текстуры, пацаны. Итак, теперь после чего заходим опять в карты из мастерской и проходимся по бенчмарку. Так, карта бенчмарк, где ты? Вот она здесь. Нажимаем начать. Заходим. Выбираем любого. И теперь просто посерединке нажимаем старт. Окей. Присаживайтесь поудобнее, и мы отправляемся в путешествие по починке вашего FPS. Всё, просто сидим, ждём. Естественно, я это промотаю, чтобы вам долго не ждать. Отлично, готово. 296 фреймрейт показывает. Неплохо, кстати. И, ребят, ну что, выходим отсюда теперь. Он тоже нам кое-что поднастроил, подпоказал, в принципе, уже. Ну, слушай, смотри, даже здесь у меня с таким моим всяким красивым фоном показывают очень даже хорошо. Ну, теперь давай зайдём именно на ту карту, где мы примерно говорили, что у меня было 300 FPS. FPS, это AIMBots. Залетаем туда и смотрим, сколько там. Ну, слушайте, тут явный показатель в плюс. Посмотри, 300-400 FPS. То есть раньше было 200-300, теперь 300-400. Это хороший показатель. Сами видите, ребят, начинаю даже нашивать, и всё равно показатель у нас получается, как у меня вообще ничего не летит. То есть 200 нет, постоянно 300, и вон к 400 тоже прилетает. В принципе, я считаю, это очень даже круто. Но, давай теперь просто, ну, эксперимент проведём. Я поставлю всё на минимальные настройки и 4 на 3 разрешение. И посмотрим, как уже будет у нас FPS показывать на этой карте. Так, что я сделал? Я поставил 4 на 3, 1280 на 960. Как это делать? 90% игроков, наверное, которые играют 4 на 3, да, в принципе, вообще, наверное, в целом. И дальше я поставил низкое, 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 низкое. Всё низкое, кроме режим сглаживания множественной обработки 8X. И также я поставил режим фильтрации текстур 3-линей. Это самое последнее тоже. Итак, заходим, и что мы видим? 300, 400 уже есть. И неужели мы даже увидим... 500! Да там и на 600 лезет, слышишь? Хорошо. Так что, парни, по-любому, это ваша тема. Обязательно пользуйся этими способами. Как вы можете заметить, разработчики Valve уже нас подготавливают немножко к Source 2. Но, в принципе, мы уже готовы. Сами видите, бетки уже пробуем и смотрим. И действительно всё получается. Поэтому, если тебе понравился данный ролик, обязательно влепи лайкусик, поучаствуй в этом розыгрыше и посмотри вот этот годный видос. Давай, я тебя жду в пятницу. Новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok